Шейх, очередной очевидный вопрос. Ну вот человек, может быть, не знает на самом деле. И спрашивает, является ли грехом работать в букмекерской конторе охранником? Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассаламу аля Расулиллях. Обще понятно было, любые споры, которые ставят деньги, являются запретным. Например, карты играем, ты ставишь деньги, я ставлю, является харама. А любой спор? Нет, спор, спор имеется в виду, который деньги ставим. Карты играем, шашки играем, разницы нет, хоть ты ставишь деньги, я ставлю деньги. И играем. И так же казино. И так же букмекерская конторе, два команды футбола играют. Или же два борца борются. И говоришь, он выиграет и выиграет, деньги ставит. Это все является запретным, не знаю, можно их азартным играм развивать или нет. Некоторые думают, азартные игры, которые тебе азарт толку дают. Нет, там не за то, что только азарт тебе дают. Там идет за то, что деньги ставят, и без ничего ты кушаешь имущество чужого. Ты не заработал, не торговал, ничего не делал. Просто ты, который думал, человек выиграл, берешь с того человека деньги. Такие способы все являются харамом. Аллах в Куране же вспомнил вместе. Иннем аль-хамру валь-майсар. Вместе с вино. Майсар, вот этот. Азартные игры. Такой перевод делают, например, некоторые способы, деньги не ставят, тоже азартные игры. Бывает же? Нет. Здесь имеется майсар, который легко деньги забираешь. Перевод майсар от слова юсар. Почему его назвали майсаром? За то, что легко деньги берут. Любой вещь ставишь деньги. Вот это является призем. Такие игры, которые ты легко деньги забираешь, нет между вами торговли. Нет между вами работа. Просто спор идет и деньги забирает. Карты выиграл или шашки выиграл или шахматом выиграл. Вот это все является харамом. И харамом помогают, харам охранятся тоже являются харамом. Казино охранят будет. Букмекер из контора тоже является харамным. И прямо Аллах в Куране тоже говорит майсар. Месте с вином вспомнил Аллах в Куране. Это является харамом. Человек охранят тоже является запретным в Аллаху алям. Добавим сюда. как ислам старается, чтобы люди были готовы к джихаду. Откуда? Это все запрещено, кроме некоторых вещах. В скачках. Например, можно, если третий человек зашел туда, третий человек спорил, двое деньги ставил, третий так пустили они. Имам Шафия это можно. Для чего? Не за то, что это разрешает, чтобы люди старались, занимались полезными делами для уммата. Чтобы они готовы к джихаду в защиту своего родины, исламского государства. И также стрелбах ставить деньги тоже разрешено. Даже Ибн Укайм, даже если не три человека, два человека поставили деньги, будут скачкой или стрелбой заниматься тех играх, которые есть польза для уммата, для джихада. На это сравнивают некоторые ученые, считают это подобие, например, те конкурсы, которые заучили в Куран. Почему разрешают это? Потому что это есть для пользы в различные слова Аллаха и также, например, конкурс, кто больше хадисов наизу знает. Почему те конкурсы, те скачки, которые есть в пользу для уммата, в пользу для религии разрешено, там и деньги ставят, даже разрешают многие ученые. А те, которые бесполезные, такие букмекерские, это за два борца деньги ставишь, или просто за ничего карты играл, это все является харамом из деяния шайтана Аллаху Аля. Продолжение следует...